Продолжаю завтрак свой. 16 сентября 2024 года. За чашкой кофе я продолжаю рассказывать про путинскую семью. То, что вы посмотрите в предыдущем ролике. А сейчас я просто рассказываю вам, что такое дефейки. Ведь нас не интересует якобы путинская семья. Нас приучили не лезть к Путину. У него своя семья. Не знаю, кто нами руководит вообще. Какая семья у Путина? Где она? Была Людмила. Были две дочери официальные. А что до Людмилы было? Были дети или нет? А во время жизни с Людмилой были дети или нет? И вот теперь это начинает выявляться то Павел Дуров какой-то, то еще кто-то, который оказывается гениями, то какие-то дочки, то еще какие-то, знаете, якобы от уборщиц рожденные, а стали возглавлять банки России. Это тоже такие-то сплетни на самом деле. Ведь, понимаете ли, возможно, я-то уборщица рожденная для того, чтобы внедрить структурам военным своего человека к Путину в дом необходимо подсунуть женщину. Женщину. Ну, Путин маленького роста, он маленький человек, щупленький, маленький, изящный. Да, поэтому он занимается борьбой, искусствами борьбы занимается. Но любит очень крупных женщин. Очень крупных. В одном фильме показали. Это, конечно, была насмешка над Путиным. Фильм называется... А как же фильм называется, друзья? Фильм называется... Сейчас я вспомню. Скажу вам. А, «Конференция маньяков» называется фильм. По-моему, так, если я не ошибаюсь. Он такой смешливый фильм. Так вот, там показано, как Путин, глава КГБ, очень любит крупных женщин. И эта любовь вылилась в то, что ему очень понравилась женщина на выставке достижения народного хозяйства. На БДНХ колхозник и рабочий. Колхозница и рабочий стоят в одном порыве. Вот якобы он хотел изнасиловать эту женщину. Посмотрите фильм. Называется «Конференция маньяков». Скачайте, потому что потом его уничтожат. Он исчезнет из поля зрения всех нас с вами. Так вот, этот фильм и эти пристрастия Путина к большим женщинам, они показывают нам, что, в принципе, мы ничего не знаем о жизни наших президентов. Мы даже не знаем, как жил наш президент Брежнев. Вы-то думали, вы знаете, Викторию. Витя, он ее звал Витя. Почему свою жену Брежнев звал Витя? А, не знаете почему? А почему Брежнев любил Елизавету? Ну, он ее любил, потому что она была королевой мира. Поэтому Брежнев ее любил. И дочка у них есть совместная. Ну, конечно, можно наговорить. Считайте, что я вам за чашкой кофе рассказываю анекдоты. Так вот, друзья, мы все-таки должны знать, как живут наши президенты. Они должны быть положительными героями. Не отрицательными, а положительными героями. Но нам-то их делают отрицательными. Нам показывают, какие они не очень хорошие, эти президенты. Вот такие, как Трамп, да. Но Россия из-за него. Кстати, на Трампа бесконечное число покушений. Будет еще покушение, несмотря на то, что выборы вот уже в ноябре. А вот застрелят ли Трампа, друзья? Это вопрос еще тот. Но застрелят ли будет покушение, при котором могут Трампа застрелить? А это, пожалуй, самое важное. Потому что Трамп, он, да, он знает, что он играет с огнем. Он знает, что под этими фейками, которые, в принципе, согласованы с ним, по тому, как его собираются там где-то пристрелить, что, возможно, будет и так, что все-таки его пристрелят на самом деле. Но Кеннеди ведь тоже взяли и застрелили все свои. Десять пуль было выпущено в Кеннеди. Ни одна, ни какой-то там Освальд. Нет, друзья, это все были блеф. Освальд там вообще ни при чем. Куда он стрелял, вообще непонятно. Стрелял ли он вообще, да? Там были люди, десять пуль, которые потом и жили после смерти Кеннеди. Слишком хорошо. Вы знаете об этом? У меня есть ролик на канале. Посмотрите, «Смерть Кеннеди», кстати, выпущенный не так давно, две недели назад, по-моему, я это выпустила, ролик в связи с Павлом Дуровым. Вот в связи с ним я выпустила этот ролик. Причем регрессологи схватили у меня и сказали, что они сами с усами, они сами такие умные и тоже это видят. Ну, блеф, конечно, воровство. Вот чем занимаются регрессологи. Противно, друзья. Может быть, кто-то есть нормальный. Я не отрицаю. Но если нормальный, кто один. Ванга была одна. Да, кто у нас еще были? Такие, которые были по одному. А всех остальных, знаете, шляющихся по интернету, объявляющих себя регрессологами, большое количество. Я никому не верю. Вот честно вам скажу, никому не верю. Потому что не видела никогда настоящих. Даже работая и зная людей из кремлевской команды, даже работая с командой Министерства обороны, где я защищала свою дипломную работу, когда училась на кафедре национальной безопасности, не видела ни одного нормального регрессолога, мага и ясновидящего. Не видела ни одного. Да, я дружила с генералом Борисом Ратниковым. Я также хорошо знакома с генералом Савиным. Но ни одного, не видела ни одного нормального. Все это, знаете, вот к Борю Ратникову приходила, мы разговаривали как раз по его людям, которые выходят в пространство, видят что-то, я не знаю, как медиум или не медиум, как их назвать, или жулики. Вот поэтому я их никак не называю. А не называю так, потому что, знаете ли, они, что они могут сделать? Они могут сделать, отсунуть вам фейк, рассказать о том, как должна жить страна Советов, как она должна жить хорошо. Это было тогда, еще во времена Бори Ратникова. И когда он мне показал эти папки с этими бумагами, с отпечатанными медийными, то есть медиумы, когда рассказывали, как это должно быть по его вопросам, и какие мы все должны быть высоко-высоко там, слушайте, тьфу, ничего этого не было. Там в космосе, там другая информация, вообще другая. И когда тот, кто выйдет туда и возьмет там информацию, она будет такая жуткая, такая страшная. Я выходила, я знаю. Поэтому я знаю, что все остальное – это вранье. А высокодуховная Россия, о том, что Россия поднимется с колен, не поднимется еще не скоро. Но если через 50 лет, друзья, ну вас уже не будет, а кто будет жить? Другое население. Население вашего уже не будет. Не будет вашего продолжения родов. Все исчезнет, будут другие люди. Так что приготовьтесь к той большой войне, которая будет примерно длиться от 50 до 100 лет, когда все-все население будет уничтожено. Так вот, если вернуться к регрессологам и ясновидящим, все это блеф. Ни одного не увидела ни в Министерстве обороны, ни, скажем, в Кремле. И ни там, ни там не увидела. Я там, да, я там знаю всех, и меня там знали. Своя? Да нет, какая я для них своя? Я приезжала из Швейцарии. Я другая девочка из Чукотки, которая приезжала из Швейцарии. И я для них никогда не была своей. Я это тоже понимаю, что они там передо мной не открывались. Но когда, допустим, Алексей Савин послал меня в ТИКОС посмотреть, что за школа и какое я мнение свое вынесу о ТИКОСе, я приехала с таким мнением. Совершенно как девочка-веточка, знаете, приехала, я рассказываю, что я там увидела. Так я такая не нужна была. С моей правдой, с настоящей правдой о ТИКОСе я была не нужна. И вот тогда, тогда понимаешь, где, друзья, правда, а где нет. И где настоящие люди говорят вам правду, ясновидящие. Поэтому регрессологи, они ходят ко мне, они берут у меня вот эту правду. Я не против, друзья. Ну скажите, что это правда Тани Карацоба Сеидбурхан. Так скажете, тогда это понятно. А то, что это ваша правда, что вы увидели. Ну, не смешите, кобыль и хвост не крутите, друзья. Это же, знаете, как бы вонючие дела, когда вы начинаете брать у меня и думать, а вы тоже с усами. Не выросли у вас еще те усы, которые и есть у меня. Я Таня Карацоба Сеидбурхан, 16 сентября 2024 года. Таня Карацоба Таня Карацоба